всем привет хочу сегодня снять видео и показать вам про то как можно сделать воздушный шар для цена понадобится шар он может быть пластиковый или пенопласт то есть на то как вам подойдет также вам понадобится ткань вырезать четыре таких куска и шить между собой зависимости это круглый шар диаметр его может быть разные у вас вы находите в интернете эскизы и по ним вырезаете вот эти части которые нужно сшить сначала сшили изнаночную сторону потом вывернули и надели так сказать на шар вот теперь края стыков то есть там где мы сшивали чтобы не было видно мы ажурной ленточкой скрываем эти места и таким образом и скрываем и декорируем то есть делаем вот эти наши вот воздушных шаров у них такие линии линии пересечения и получается их может быть четыре их может быть шесть их может быть восемь то есть смотрите как вам нравится опять-таки от размера диаметра вашего шара вы будете уже ориентироваться если шар большой да то нужно будет побольше сделать таких полос если же шар маленький как у меня то есть четыре вполне достаточно у меня лимонный цвет ткани и хорошо смотрится на ней белая ажурная ленточка в принципе это может могла бы быть и леная веревка но так как я буду использовать наматывать на стаканчик то есть нашу корзину и мне не хотелось что было слишком много то есть и снизу и сверху но когда она была бы и так а ажурная она во-первых она шире она скроет все наши неровности сгладить так сказать то что мы шили потому что неудобно немножко по кругу шить особенно когда остается внизу и это но видно оно немножко обрыжется возможен вариант просто разрисовать шар ну то есть это как 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 удобно дальше корзину мы обматываем нет крафтовый стаканчик его обматываем алиной веревкой светлого цвета вы смотрите подбираете тот цвет сочетание цветов стиля то есть изначально продумайте это посмотрите как она будет все вместе смотреться и только потом уже приступайте к работе тут еще с этим крафтовым стаканчиком может сочетаться такой персиковый да в принципе наверное многие цвета сочетаться и бирюзовый и лавандовый персиковый пудровый розовый и будет очень нежно красиво смотреться в таком стиле провансе наверное будут возможно кита ленточки с цветочными принтами ну будет интересно и так и так я обматываю не весь стакан чтобы сохранить разность цвета подчеркнуть так сказать сделать какой-то рельеф почему что это именно корзина поэтому где-то до половины я доматываю и то что лишнее я отрежу тоже приклеиваю все на термо клей аккуратненько потому что такой ничем не скроется стаканчик поэтому аккуратно приклеить и что было красиво кто-то используют шпажки какие-то палочки не знаю у меня были я покупала палочки для мороженого решила использовать их посчитала что шпажки будут слишком тоненькие подумала что они не совсем удержат или приклеится мой шар хотя многие делали и в принципе наверное надежно но смотрите сами как как вам удобно или то что у вас есть используете в работе по максимуму потому что иногда с подручных материалов выходят очень красивые вещи дизайнерские и никогда бы не подумал что это с подручных материалов то что давно лежала например на чердаке или на балконе и его можно использовать таких четыре палочки который будет держать основу отрезаю лишнее то что там торчит вот так оно будет стоять и вроде как невысокий как раз по размеру все сходится на воздушных шарах точнее на корзинах обычно такие мешочки тяжелые для веса висят чтобы допустим сбрасывать или корректировать высоту или подъем вот нет изначально чтобы корзина не улетела да потом сбрасывают вот вместо них я декорирую такие как хвост павлина у меня это ажурная лента называлась я их срезала и вот так приклеила и мне но смотрится интересно играет цвета то есть бежевый цвет темнее светлее белое интересно смотрится такая деревянная фишечка спереди вроде как эмблема и дальше смотрите буду обматывать бичевкой но уже когда сняла видео и пофотографировала поняла что бичевка оказалась слишком темной мой вариант исправить это скорее всего ее покрасить в белый цвет тогда оно как-то будет лучше смотреться но к сожалению на видео вы видите что просто просто будет бичевка обматана если ваш шар темнеет то возможно оно и будет нормально сотреться но как по мне лучше если было посветлее или та же леная веревка только тоньшего диаметра там 1-2 миллиметра и тогда будет нормально если толстая будет просто грубо сотреться оно и так грубо смотрится возможно поэтому остальные используют шпажки деревянные что они тоньше но смотрите тоже на ваш вкус вот у меня получилось именно так дальше я приклеиваю сам шар к этим палочкам аккуратно я пыталась подстроиться чтоб палочка была прикреплена именно к белым полоскам ажурной ленты но немножко не везде у меня это получилось но это не критично дальше у меня есть такие жемчуг на леске он интересно в работах смотрится он дает куда такую но опять-таки структуру и красивое такое сочетание и она дополняет то есть если бы я опустила такие ленты дополнительных еще до 4 было бы грубо было бы слишком много этих белых лент они широкие а вот такая тоненькая леска и с бусинками она получилась чуть нежнее то есть и в дальнейшем я поняла что хочу декорировать цветами потому что был такой нежный шар кстати это может быть подарок и на день рождения на 8 марта в качестве декора в качестве возможно игрушки или знаете как мечты сбываются может кто-то хочет полетать на воздушных шаров где-то полететь за границу это очень красиво интересно тут я вешаю звездочку это тоже была от ажурной ленточки звезда подчеркнет то что шар поднимается в небо тоже свои намеки дальше внизу видите приклеила бантик с лимонным цветом очень красиво сочетается все таки нежно-розовые цвета белый и но вот классно смотрится мне нравятся вообще эти розочки сочетание там двух цветов получается розовый и такой кремовый светлый и со стороны эти розочки несет вниз ну выглядят не так как вот просто из фоамирана до цветы они даже как будто пластиковые или керамические но так интересно смотрятся за счет игры цвета во многом дает тут кстати да не переборщите но мне 5 стоп показалось мало я добавила дальнейшем изначально просто задумка была бести то чтобы вы понимали это уже по ходу того что добавила леску с жемчугом поняла что может получиться такой милый весенний вариант на подарок и вы знаете наверное что то еще какая-то будет в будущем работа в сочетании белого и лимона желтого цвета потому что вот кто мне он приглянулась этот цвет но я же говорю это я использовала ткань вы можете использовать просто покрасить например да то есть или или возможно типа как по пенше приклеивать какие-то кусочки салфеток с интересной аппликации и например там сразу с разными достопримечательностями да или возможно какие-то салфетки которые для декупажа продаются там с нотами с надписями если так вырезать кусочками приклеивать на клей интересно получится нужно будет кстати попробовать скорее всего да попробую так сделать будет наверное легче потому что с ткань видите она немножко где-то местами брыжется или идет волной то приклеить салфетку частично как декупаж сделать ну попробуйте кому интересна эта идея можете реально ее воплотить жизнь и решила еще один бантик приклеить на нашу фишечку еще одну из маленькой звездочку большая и маленькая звезда путеводная и дополнительный элемент в любом случае в любой работе когда добавляешь цветы работа сразу становится такой нежный женственной правда главное именно правильно сочетать цвет так как иногда можно не не попасть но сейчас учу все чаще вижу вижу именно какие-то персиковые пудровые цветы лаванда бирюза немного ушла в сторону не больше присутствуют такие теплые нюдовые тона и они мягкие это радует как бы весна да я согласна сейчас февраль но честно уже идет какое-то такое весеннее настроение хочется хочется тепла скоро 8 марта радуйте своих близких делайте подарки своими руками это всегда приносит отдельную радость спасибо что просмотрели мое видео если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь если еще не подписались на мой канал спасибо за просмотр пока пока а а